Сегодня в Успенском Жировическом Ставропегиальном мужском монастыре в Беларуси прошло погребение новоприставленного митрополита Филарета Вахромеева, почетного патриаршего экзарха всея Беларуси. Тысячи минчан и жители всей Беларуси накануне смогли попрощаться с архипастырем, чье имя неразрывно связано с возрождением православия на белорусской земле, в Святодуховом кафедральном соборе Минска. Подробности из Беларуси. Очередь перед Минским Святодуховым кафедральным собором зимой обычно можно увидеть только на крещение Господня. В этот раз люди вереницы выстроились в сам храм, проститься с архипастырем, который здесь служил, начиная с 1978 года по конец 2013, когда митрополит Минский Ислудский Филарет, патриарший экзарх всей Беларуси, был почислен на покой. Но еще семь лет уже в сане почетного экзарха он оставался духовным отцом для сотен пастырей, которых владыка Филарет взрастил за многие десятилетия служения на белорусской земле. Оставался и остается незыблемым духовным авторитетом и для тысяч верующих, которые по неволе сравнивают всех преемников митрополита Филарета с первым предстоятелем Белорусской Православной Церкви. Митрополит Вениамин, выходец из братья Жируйской обители, также один из воспитанников владыки Филарета, ныне прочитал разрешительную молитву над почевшим учителем. Отпевание завершилось провозглашением вечной памяти. Одним из своих учителей считает митрополита Филарета и предстоятель Украинской Православной Церкви. Блаженнейший Ануфрий передал слова соболезнования через митрополита Белоцерковского и Богославского Августина. Мне грешному выпала честь учиться в Московской духовной семинарии в то время, когда ректором Академии семинарий был тогда еще молодой епископ Филарет. Тогда ректор был для нас добрым наставником и любящим отцом. Он учил нас любить Бога не только своим духовным словом, но и примером своей благочестивой жизни. Через владыку ректора Господь поставил мне недостойного на первую степень священнослужения. Большой утратой не только для верующих Белоруссии, но и для всей нашей Церкви, называл уход митрополита Филарета, святейший патриарх Московский и всеаруси Кирилл. Соболезнования святейшего владыки митрополит Фениамин зачитал еще перед началом отпевания. После его завершения гроб с телом новоприставленного согласно завещанию владыки Филарета был обнесен вокруг Святодухого Кафедрального Собора под пение Ирмосов Великого Канона «Помощник и Покровитель». Многие прихожане Белорусской Православной Церкви, в том числе режиссер серии фильмов «Притчи» Виталий Любецкий, верят, что в эти дни мы не только понесли невосполнимую утрату, но и обрели сильного молитвенника перед престолом Божьим. В социальных сетях прочитал у кого-то из друзей о том, что сразу святой. Каждая встреча с ним, он так возьмет за руку, внимательно посмотрит, благословит. И ты чувствуешь, что это не просто он мимо прошел, а он за тебя помолился, он как бы тебя воспоминал перед Богом. Ныне же наступает период, когда усиленно молиться за почившего владыку Филарета должны все чадо Белорусской Церкви, отметил в своем условии ее нынешний предстоятель, митрополит Вениамин. И нам нужно уже сознавать, что все то доброе, что было заложено владыкой митрополитом Филаретом, оно должно сохраниться в нашей жизни. Будем молиться. И в этом наш долг любви и благодарности почившим. Будем молиться и в храмах, и в келейном молитве. Очень важно читать в эти дни, 40 дней со дня кончины, Псалтирь по усопшему. Можно читать Акафист, канон за едино умершего. Можно молиться и краткой молитвой. И покой Господи, души усопшего, раба твоя, митрополита Филарета. Простим всякое согрешение, вольно, невольно, даром и Царствие Небесное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.